Здравствуйте, друзья! Вот задали мне вопрос такой, говорят, влияет ли, влияет ли переезд в более благополучную страну на характер человека? И так вот, в лоб, прямо вот характер и фактически эмиграция. Я бы начал, может быть, с некоторого более общего такого утверждения, говоря, сказав так, что очень многие изменения, не только связанные с переездом в другую страну, изменения в жизни человека, могут повлиять на его характер. Например, он может сказать себе, я не смотрю больше телевизор, вот, а вместо этого я буду читать классическую литературу, ходить в театр там и заниматься спортом. Я вас уверяю, что это скажется исключительно сильно на характере человека, в лучшую сторону, даже без того, чтобы куда-то уезжать, даже если он живет в стране очень токсичной, вот с этой средой, токсичной, да, но он выходит из этой токсичной среды. Это не обязательно делать перемещением физического тела человека. Это можно, вот, например, просто путем отключения от того информационного поля, которое создается там. Я не имею в виду страны более или менее благополучные. Вот что она более, что она менее благополучная. Если телевизор не смотреть и новости, все это дрянь, не читать, то, конечно, на характере скажется очень положительно. Теперь давайте так. Значит, человек сам по себе подвержен влиянию извне. Как бы мы устроены так? Мы все очень разные. Одни из нас совершенно непрошибаемые. Вот у них внутри какая-то такая заданность существует, что их вообще ничем не прошибешь. Но таких крайне мало. Ну, просто запредельно мало. Вот. Остальные в той или иной степени подвержены. Некоторые чудовищно подвержены. Некоторые, ну, так, как-то так подвержены. Дальше все зависит от количества, да? Значит, если количества много, то даже человек, который так себе подвержен, он все равно оказывается захлестнутым вот этой вот энергетикой токсичности. Токсичная страна, токсичная политика, токсичные отношения между людьми, токсичная экономика. И вот это вот все такое несимпатичное, так скажем. И вдруг берут этого человека. Вот при том уровне восприятия токсичного извне, вот на том уровне, на котором он есть. И вдруг его перекидывают в другую страну, более благополучную. Где токсичности меньше? Ну, конечно, он как-то так начинает там отмокать. Я могу сказать, если уже так, вопрос ко мне, я-то вот эмигрировал только один раз в жизни, вот я в Соединенные Штаты, я знаю людей, которые, например, он эмигрировал в Израиль, из Израиля поехал в Германию, там пожил пару лет, из Германии поехал в Канаду, из Канады поехал в США. Так смотришь, у него такая вся жизнь, это как бы такая эмиграция, уже как привычка. Вот. И они, конечно, вам по-другому расскажут, они больше видели. Но из того, что вижу я, я могу сказать, что когда мы только-только приехали, ну, там, почти 30 лет назад, уж скоро там будет, надо сказать, что мы были сильно напуганные все. Вот ты видишь, чего-то такое не наше, и ты уже опасаешься его. Понимаете? Потому что все, что не наше, оно лучше отойти. И вот мы видели людей, каких-то непонятных нам людей, ну, вот какой-то африканец идет. Понимаете? И ты думаешь, что у него на уме? Понимаете? Про нашего-то и на рожу глянешь, так сразу ясно, что у него на уме. А тут непонятное. Или там латины какие-нибудь, да, вот там мексиканец. И ты думаешь, а всякие слухи, где-то уже с ножами ходят, с пистолетами, там, с кастетами, там, еще что-нибудь. И вот ты смотришь, значит, и страшно. Вот. Потом уже, когда ты ко всему этому привыкаешь, и начинаешь более-менее ориентироваться на местности и так далее, то, как бы, конечно, какая-то благостность просыпается. Ты, во-первых, их не боишься. Во-вторых, ты начинаешь находить какие-то, ну, множественные такие признаки того, что они симпатичны. И если ты не будешь, как сказать, радиацию такую, от себя к ним делать зла, страха, испуга и так далее, а будешь так смотреть на них с симпатией, с улыбкой и так далее, ты в ответ получишь тоже симпатию и улыбку. Если ты будешь смотреть на них вот так, как очумевший, пыльным мешком долбанутый, так, в общем-то, ну, тоже они могут все равно, как бы, посочувствовать и там улыбнуться, а могут так и вообще с твоей стороны не посмотреть, ответить тебе холодностью или что-то. То есть, то, что ты несешь, ты, в общем-то, с большой вероятностью получаешь обратно. Так вот, чем меньше ты, значит, вот, как бы сказать, зашорен, чем больше ты привыкаешь к этому, ко всему, тем как-то оно больше тебе улыбается. Вот, я, например, ну, наверное, лет 15 у меня прошло жизни в США. Когда я поймал себя на какой-то совершенно бессмысленной, такой придурковатой благостности. Вот идешь там, допустим, там бабушка какая-нибудь идет, или там девочка идет, или мальчик идет, или там мужик усатый. И вот, и ты ему улыбаешься, и он тебе улыбается, и вы прям с ним как вот родственники какие, я не знаю чего, и вот настроение хорошее, и у того, и у другого, вот они идут такие, улыбаются, я думаю, боже, до чего я накатился. Вот, 15 лет жил, как-то не было у меня такого, а потом вдруг как-то, или там смотришь, там какая-нибудь деточка там играет, ну, я не знаю, там на велосипедике там едет, или там скачет, или прыгает, и прямо невольно физиономия расплывается, а деточка не наша, понимаете, вот если там наша деточка, я еще понимаю, а это совершенно не наша, чуждая нам девочка, казалось бы, там, да, совершенно с других континентов, там, другой расовой предотвежности, и так далее, но такие смешные, такие очаровательные, такие прелестные, и прямо рожа расплывается, поэтому, да, наступает такое, наступает, то есть, если среда не токсичная, а мы пребываем с каким-то уровнем токсичности, то есть не то, что она совсем не токсичная, но, скажем, существенно ниже уровень токсичности, а мы приехали, и у нас уровень токсичности существенно выше, чем у местных, соответственно, потихонечку, 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 он начинает куда-то деваться, куда-то деваться, вот я это вижу, например, на канале у нас, в комментариях, да, вот, меня иногда там какие-то люди, немногие, но бывают, вот начинают меня критиковать, что там, чего-то там удалил, кого-то там забанил, и так далее, и так далее, у меня уровень допустимой токсичности намного ниже, чем, допустим, вы считали бы, может быть, нормальным, потому что вы живете, многие, да, в каком-то другом мире, где токсичности на порядок больше, и то, что для меня, допустим, возмутительно и недопустимо, вы скажете, ну и что такого, ну вот, потому что так вот, американский канал, американский человек, значит, он как-то по-своему воспринимает, и так далее, и со своей токсичностью иди вот туда, где там, ты там нужнее, в общем, а здесь не надо, поэтому такая вот фигня, конечно, здесь тоже много людей, которые ведут себя, так скажем, возбужденно, они чем-то зомбированы, у них чего-то вот головного мозга, это может быть все, что угодно головного мозга, антииммиграционное головного мозга, там, у них может быть там, либерализм головного мозга, а может быть, консерватизм головного мозга, а может быть, баптизм головного мозга, а может быть, все, что угодно, но если у человека с головой непорядок, если он какой-то зомбированный, индоктринированный, если он все время ходит там, кидается, и чего-то он начитался газет, или там наслушался каких-то, значит, идиотов. И он сам, как человек, перестал существовать во всем. Его больше нету. Ну, там, может, никогда и не было ничего, но его нету. Вот он говорит, а ты видишь, можешь сказать, где он это прочитал, понимаете? У него своего нет. Он читает, это становится его, и он с этим бегает. И если ты с ним не согласен, то ты враг. Сейчас больше этого стало, к сожалению, вот последние годы. Я не хочу сказать, что это началось при Трампе, это началось раньше. Но при Трампе это приняло какие-то уже такие масштабы, знаете, ну, даже, не знаю, невероятные. Но, в общем, это тоже есть, тоже есть. Ну, что сказать. Поляризация такая наблюдается. Вот это вот головного мозга проблемы. Поэтому, если вы не вовлечены, то проще. Вот в Соединенных Штатах там президентские выборы. На президентские выборы ходят там, если 60% пришло, тех, кто мог бы прийти, казалось бы, там, граждане, там, есть возможность, пошел на выборы. 40% вообще не ходят. Ну, понимаете, вообще не ходят ни на какие выборы, им пофигу. Из тех людей, которые ходят на выборы, сейчас тоже интересно, вот где-то примерно около 30% они как бы стабильно голосуют за демократов, еще около 30% стабильно голосуют за республиканцев. Можно сказать, что почти поровну. А еще 40 с лишним, вот последний раз, когда подсчитывали, 42% вот на сегодня, 42% людей, которые говорят, что мы независимы, вот как ваш покорный слуга, значит, которые не хотят себя никак ассоциировать не с той, с другой партией, и мы так как бы за страну, а как бы партийность головного мозга не приветствуется. И вот, так вот, людей, которые без партийности головного мозга, их гораздо больше, чем вот тех, что слева или тех, что справа, понимаете? Потому что, как-то уж, вот это проблемы с головным мозгом, они не хочется там быть, понимаете? Ну, то и бывает, люди, это неизбежно. Поэтому, к чему я рассказываю? Значит, переезд в ту страну или в эту страну. Видите как? Та страна, в которую вы переехали, там тоже может как бы колебаться уровень вот этого с головным мозгом, уровень стресса. Но тут еще что получается, раз мы про стресс начали немножко, человек приезжает в другую страну. Ну, если он, допустим, водил там такси, и здесь водит такси, сразу вот раз, пересел, с той машины на эту. Это как бы один разговор такой, да? Если он знал язык английский до этого, например, или он его не знал, вы понимаете, что уровень стресса разный. Если он в своей профессии работает, неважно, там, программистом, таксистом, строителем, это один уровень стресса дополнительно. Если он должен освоить другую профессию, или, например, вот делать то, что называется survival job, ну что-нибудь. Вот поставили там к стенке, вот тут красть, потом там посадили на стул, говорит, вот тут подметай, там еще что-то. И он делает это все, но он думает, ну я же все-таки не по этой части, я же все-таки должен где-то вынырнуть. И вот эта вот неопределенность, это тоже стресс. И существенным, как бы, является то, насколько в стрессовую ситуацию он попал. Поэтому дополнительный стресс может лишить его, как бы, удовольствия от того, что с ним происходит, и тогда характер у него может еще и ухудшиться. Но я хочу обратить ваше внимание на то, какой чудовищно мизерный процент людей, которые вот так оказываются, там, скажем, в странах с меньшим уровнем, с более низким уровнем вот этой токсичности, какой мизерный процент возвращается обратно. И вот какие-то видео иногда показывают, там, вот, почему он вернулся, почему тот вернулся. И я слушаю их и думаю, ну я обычно этим людям не сочувствую, я их родителям обычно сочувствую. Думаю, вот так растишь, вот и, блин, жизнь положил, и вот такое вырастил. Бывает так. Поэтому я что хочу сказать, они могут быть недовольны, они могут быть недовольны. Чем они недовольны? Они большего хотели. Но того, что они здесь получили, достаточно для того, чтобы они уже не могли вернуться обратно, потому что там будет намного хуже. Они уже не хотят той токсичности. Их дети уже точно ничего этого не хотят. Я вот, например, с индийскими девочками часто болтаю там о том, как вот они воспринимают Америка, Индия в сравнении и так далее. И вот они говорят, что, например, их дети, которые уже здесь родились, выросли, ну там может быть 8 лет, 10 лет, 12 лет, они не хотят в Индию ехать, бабушку навестить. Не хотят. Я говорю, а что же бабушку не навестить? Они говорят, понимаешь, москиты, комары все, туалеты вонючие, грязные. И вот со всех сторон вот такой вот, они не хотят этого ничего. Поэтому, ну и соответственно, я думаю, не только туалеты, но, наверное, еще что-то тоже есть в обществе, в воздухе, там, в политической жизни и так далее, что вот оно так. У нас есть знакомая из Днепропетровска, из Днепра нынче, как его зовут. Она как-то вот возвращается там, ездила навестить родителей. И я говорю, ну как там? И она вдруг рассказывает историю такую, что она шла и по американской своей расслабушности улыбалась. Не специально, друзья. Она не улыбалась специально. Она просто улыбалась, поскольку, как вот мы говорим, характер меняется, да? Вот у нее изменилось что-то в характере. Она шла себе и улыбалась, потому что ей было хорошо. И навстречу шел мужик, и злобно ей в рожу так говорит, че улыбисься? Да, понимаете? Вот, да, вот так портит Америка. Так сказать, закаленных в борьбе с токсичной средой портит. Мы перестаем, мы теряем навыки выживания. Так, так, все правда. Все чистая правда. Значит, влияет ли на характер? Да. Конечно, когда человеку лучше, да? Или как там в песне поется? Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Чем больше уровень собачности в жизни, тем более кусачая собака. А если бы ей будку там, и я не знаю там, и че там? Я текст песни там не помню, но вот дадите собаке, че надо? Она будет хорошая такая добрая собака. А если плохо, все, будет огрызаться, лаять и так далее. Вот если эту модель перенести на человека, да? Когда у него и будка тут американская, и там работежка так, и вроде никто тебя не дразнит, не кидает тебе камнями в твою будку. Там не подкладывает тебе мышей дохлых. Вот так нормально все. Поэтому я не думаю, что мы где-то вышли в нашем повествовании за рамки очевидного. Ну, в общем, да. В общем, да. Хотя, конечно, есть люди, которые как бы пострадали, оказавшись вот, скажем, в эмиграции. Потому что там они как-то что-то из себя представляли такое, статусность какая-то была, которая их устраивала. А сюда они приезжают и вдруг не могут никем стать. То есть статусность, что была, у них уже нет. А дальше начинается там жена, например, которая была никем, вдруг она зарабатывает там второе больше. Понимаете? И дети как-то не вас смотрят, и вроде и деть не уважают. И еще чего-то, еще чего-то. И он как-то вот не состоялся. Понимаете? Значит, когда ты едешь в эмиграцию, в частности, не только в эмиграцию, да? Ты, значит, спроси себя, что я от нее такого жду, насколько это реально. Может, других людей поспрашивать. Чтобы не получилось, что вы... Я не думаю, что у этих людей была какая-то статусность по совести, что у них там было. Но им это было дорого, то, что у них там было. Вот, и они это вот, даже то немногое, что у них там было, то есть не будучи способными к производительному труду, честному, добросовестному и так далее, они там как-то вот умудрялись еще чувствовать себя вроде как людьми нормальными. А здесь так не получается. И вот если с этим проблема, то, конечно, может оказаться, что тутошний инвайрмент окажется еще более токсичным. Потому что, как бы, теряешь то, что для тебя важно, и никакой замены нет, а работать не хочется, а даже если будешь работать, то столько, сколько хочется, не заработаешь. И вот тут вот все эти эмигрантские трагедии, друзья. Счастливо! Счастливо!